Бракосочетание в Канне Галилейской Бракосочетание в Канне Галилейской – это часть смелого художественного проекта Питера Гринуэя, в котором он намерен посетить с использованием передовых технологий съемки 9 классических картин, самых известных в истории западного искусства от Ренессанса до Пикассо и Поллока. Этот проект начался с обзора картины Рембрандта «Ночной дозор» в Амстердаме в 2006 году, продолжился «Тайной вечерей» Леонардо да Винчи в Милане, после чего Гринуэй предлагает зрителю посетить бракосочетание в Канне – Паоло Веронезе на острове Сан-Джорджио-Маджоро в Венеции. На 66-м Венецианском кинофестивале состоялась премьера его нового проекта. О нем нам рассказал сам автор. «Ночной дозор» Прежде всего, я не вполне уверен, что это фильм. Мне уже неинтересно снимать фильмы. Это устаревшая идея, которая удовлетворяла наших отцов и дедов. Теперь меня гораздо больше интересует более открытый формат фильм, как эссе, как беседа. Я увлечен идеей вернуть в кинематограф элемент живого общения. Сегодня люди сидят в кинотеатре в полной темноте, у них нет возможности встретиться с режиссером. Два часа они смотрят в одну и ту же сторону без движения, абсолютно пассивные. Это же скучно. Сегодняшнее поколение, выросшее с ноутбуком, не представляет жизни без мультимедиа, без интерактивности. Поэтому мне кажется, что нужно избавиться от старых представлений о кино, чтобы привнести в него то, что мы в 21 веке считаем важным. Так вот, сейчас я делаю много такого, что кажется анти-кинематографом. Мне больше неинтересно рассказывать сказки на ночь. Все и так их уже слышали. Каждый раз, когда вы идете в кино, готов поспорить, что уже через пять минут вам становится ясно, что произойдет дальше. Вы знаете, кто окажется плохим, а кто хорошим. Знаете, как повернется сюжет, и, скорее всего, предчувствуете хэппи-энд. Это скучно. Это нужно менять. И меня интересуют альтернативные подходы к тому, как это можно менять. КОНЕЦ 40-минутный фильм продолжает исследование картины Паоло Веронезе «Бракосочетание в Кане Галилейской». Этого эпизода пиршества, созданного мастером итальянского ренессанса в 1563 году и украденным солдатами Наполеона из Венеции чуть более двух веков спустя. Почти на 70 квадратных метрах «Бракосочетание в Кане» повествует чудесную историю Нового Завета, в которой Иисус превращает воду в вино. Меня привлекает идея кино как беседы. Я хочу найти иные способы организации материала. Так что не ждите, что я стану рассказывать вам истории. У кино это, в принципе, плохо получается. Для этого есть книги. Сколько еще фильмов Джейн Остин нам предстоит увидеть? Неужели нам нужно смотреть иллюстрации к книгам, такие как «Гарри Поттер» или «Властелин колец»? Ведь это и в самом деле не фильмы, а иллюстрации к книгам. Поэтому я и хочу заново открыть кинематограф как преимущественно образное художественное средство, которое нельзя подменить никаким другим. И в данный момент мы занимаемся тем, что возвращаемся назад к средствам визуальной коммуникации, которые были доступны до изобретения кино. А это означает 8 тысяч лет западной художественной традиции. Так вот, мы обращаемся к целому ряду широко известных полотен, которые, я уверен, вы знаете хотя бы по изображениям на коробках конфет или салфетках. Это очень известные произведения, о которых вы даже, наверное, не задумываетесь. Настолько они уже примелькались. И хотим привнести в них что-то от кино, движение, звук, чтобы актуализировать их в современном контексте. Совмещая в себе современные древние венецианские детали, картина представляет 126 персонажей на роскошном обеде, описываемом Гринуэем как реальная и далеко не библейская вечеринка. Я как-то заметил, что если у тебя есть глаза, это еще не значит, что ты можешь видеть. И вот уже 8 тысяч лет у нас есть картины, которые тренируют наше зрительное восприятие. Тенты позади вас, здания перед вами, все они были созданы и организованы художественным воображением, и мы должны воспринимать это как часть нашего наследия. Так вот, что мы сделали. В двух километрах отсюда вы можете найти знаменитую картину венецианского художника Веронезе «Брак в Кане Галилейской». Мы тщательно исследовали это полотно, чтобы обнаружить, как оно соотносится с нашими понятиями о реалити-шоу на телевидении, о презентации информации и звуковом сопровождении, и я обнаружил возможность открыть дискуссию о диалоге между такими понятиями, как изобразительное искусство и кинематограф, чтобы заставить вас думать о важности визуальной грамотности. Субтитры создавал DimaTorzok Грин Уэй учился на художника-монументалиста до того, как стал заниматься экспериментальным кино в 1966 году, выпустил более 50 короткометражных и документальных фильмов, а также получил признание за свои полнометражные работы, такие как «Контракт рисовальщика» и «Повар-вор его жена и ее любовник». В новом фильме, который смешивает исторические факты и фантазию, Грин Уэй предполагает, что оригинальная тема живописи Веронеза была скандальной и кощунственной – бракосочетание самого Христа. Наш выбор пал на 9 картин из тех многих сотен, которые я мог бы выбрать. Первым из полотен стало известное произведение Рембрандта «Ночной дозор». Затем мы занялись не менее прославленной «Тайной вечерей» до Винчи, на нее шел весь прошлый год. Мне приходится выбирать картины, которые кинематографичны по сути. Они должны быть большими. Я не хочу заниматься монной Лизой, она слишком маленькая. И у меня должна быть большая аудитория, как у кино. Так что очень многие картины просто отпадают. А полотно Веронеза – это самая большая и, позвольте так выразиться, самая шумная картина за 600 лет со времен Возрождения. «Тайной дозор» Фильм, который является третьим в девятисерийном проекте Гренуэя, продолжает поиски режиссера в отношениях между живописью и кино. Если говорить о нашей текущей работе, то очень многие боятся того, что, проецируя свет на картины, мы можем их повредить. Так что, возможно, наша самая большая проблема лежит не в плоскости эстетической или культурной, а в плоскости человеческой, социальной. Например, когда мы хотели получить разрешение работать с «Тайной вечерей» в прошлом году, мы столкнулись с серьезным противодействием. «Не делайте этого, вы навредите картине». К примеру, обычная подсветка автофокуса намного разрушительнее действует на картину, чем все, что мы когда-либо делали. Отвечая на ваш вопрос, нам пришлось дойти до самого верха, и только бумага, подписанная «Берлускони», дала нам право работать с национальным сокровищем Италии. Что касается «Тайной вечерей» Леонардо да Винчи, то здесь публике становятся доступны события, разворачивающиеся на картине в определенное время, каждый час в течение часа. После просмотра зрители могут поделиться этими уникальными и увлекательными ощущениями, которые, благодаря театру и искусству кинематографа, возводят Питера Гринуэя в ранг величайших художников, которые неустанно экспериментируют с использованием новых средств выражения нового тысячелетия. В следующем году мы отправляемся в Испанию, в Мадрид. Там есть замечательная картина Веласкеса «Минины». Исключительное полотно, возможно, первое, в которой художник работает с идеей движения. Еще одна картина «Герника Пикассо». В Нью-Йоркском музее современного искусства нас ждет работа Джексона Поллока. Но моя заветная цель, и, поверьте мне, я самый настоящий закоренелый атеист, а это очень религиозная картина «Страшный суд Микеланджело» в Ватикане. Можете себе представить, с какими религиозными и политическими проблемами нам предстоит столкнуться? В течение 234 лет шедевр Веронеза висел в трапезной монастыря в Венеции, пока он не был разграблен во время вторжения наполеоновской армии в 1797 году, а полотно было отправлено во Францию. Картина была разрезана пополам для отправки в длительное путешествие и снова склеена по прибытии в Париж. После окончания войны был подписан ряд документов, которые предполагали возвращение похищенных произведений искусства. Однако бракосочетание в Кане Галилейской не вернулось в Венецию, а осталось в Лувре. В инсталляции Гринуэя использовано фоксимильное изображение картины, которая вернулась на свое прежнее место лишь в 2007 году. Инсталляция сочетает в себе самые современные цифровые технологии изображения, света и звука. Благодаря крупному плану лиц, анимированным диаграммам и воображаемому диалогу, эта инсталляция позволила зрителям оказаться непосредственно внутри сцены свадьбы, как будто это происходит в реальности. Мы используем новые удивительные возможности, чтобы организовывать, придумывать заново. Пользуемся возможностями зрительного воображения. Поэтому мне не кажется, что я делаю что-либо действительно необычное. Я не назвал бы то, что мы делаем анимацией или кинематографическим воссозданием, но мы используем кинематографические средства, чтобы прояснить, как я думаю, что же эти художники делали 200-400 лет назад или в случае Веронезе в 16 веке. Грин Уэй показывает публике характер персонажей картины. От слуг, которые готовят блюда, до гостей, присутствующих на банкете, и, конечно, почетных гостей Иисуса Христа и его матери Марии, сидящих в центре архитектурной композиции картины. С каждым эпизодом кульминация фильма нарастает. И вот решающий момент повествования, чудесное превращение воды в вино. У Грин Уэй ожили образы, музыка, слова, анимированные схемы и спецэффекты, которые приступили к анализу творения Веронеза со всех возможных точек зрения, социальной структуры и драмы. Лишь сперва кажется, что эта картина о первом чуде Иисуса, о превращении воды в вино, но на самом деле она об образе жизни богатых и аристократических кругов Венеции. В действительности ни одна часть картины Веронеза не движется, но вместе с тем этот кусок полотна находится в постоянном движении. Субтитры создавал DimaTorzok Hello Belarus, I am Peter Greenaway.